Да-да-да-да, я знаю этого парня, три из трёх выдаёт. Чёрт! Чёрт, что вы, Вагосы? На каком проекте вы играете? Эй, эй, спокойно, чувак, спокойно, чувак, Аризон Реодрок. Аризон Реодрок, какой промокод ты вёл? Промокод фиг, фиг! Что ж? И сколько бабло ты получил на старте? Нет, чёрт, я ещё ничего не получил, только зарегался, только зарегался. А, сори, я думал, Жирно тебе уже обо всем рассказал. Эй, я как раз собирался. Самое время проводить его на самый крутой сервер. Ха, ну что ж. Добро пожаловать в Аризон Реодрок. А здесь находится ваш промокод 200 тысяч. Ведём его на шестом левле и разбогатеем. Ха-ха. Всем привет, ребята, с вами снова Хик. И в сегодняшнем видеоролике мы с вами поговорим о нелогичных и сюжетных дырах в игре GTA San Andreas. Я в этом видео покажу те моменты, которые мне удалось найти. А вы, в свою очередь, напишите в комментариях, с какими теми или иными моментами вы сталкивались, когда сами проходили игру. В общем, я думаю, будет интересно. Я надеюсь на ваш лайк, комментарий. И мы с вами начинаем. И первый нелогичный момент, это у нас телефонный звонок от Эрнандеса. Во-первых, как Эрнандес узнал номер телефона Си-Джея? И почему Си-Джея не удивил звонок от этого персонажа? Ну, чуть позже, когда ему звонит офицер М-Пенни, его почему-то это сильно удивляет. Логично предположить, что именно Эрнандес дал номер Тэм-Пенни. Но почему он не удивился, когда Эрнандес узнал его номер? Это как-то странно и подозрительно. Как, чёрт возьми, ты можешь потерять поезд? В штате Сан-Андрес имеются только прямые железнодорожные пути в одну сторону и обратную, а не несколько. Кроме того, как поезд может проехать через баррикаду? Мосты закрыты во время этой миссии, эй! Интересно, почему Си-Джея не упомянул Свиту о том, что Смок связан с Зелёной Саброй? Ни разу в телефонном разговоре об этом речи не было. Было бы гораздо интереснее, если бы Си-Джея упомянул эту важную деталь. А потом братья Джонсоны пришли к выводу, что причиной смерти Беврилли мог быть именно Смок. Это могло бы дать как Си-Джею, так и Свиту более сильный мотив для убийства Смока. Тогда сюжетная линия бы заканчивалась так, как начиналась, пытаясь найти человека, ответственного за смерть их матери. Кроме того, Си-Джею удалось в одиночку уничтожить целую орду Балласа во время смертельной перестрелки. Но он решает создаться трем копам. А как же предыдущая миссия с отелем, где он прорывался через... У него тучу, блин, спецназовцев и полицейских, при этом всё равно выжил. Непонятный момент, но я думаю, он сделал это ради Свита. Ой, и последний нелогичный момент в этой миссии. Балласки указывает не в ту сторону, когда говорит, что свидетель прячется на горе Чилиад. Следующее, что я заметил, это то, что правда говорит Карлу, чтобы тот готовил деньги в обмен на его травку. Итак, после того, как Карл наконец-то получает свои деньги с миссии Каталины по ограблениям, он приносит их правде. Тогда почему деньги не уменьшились и статистики после выполнения этой миссии? У Си-Джея всё равно будет столько же денег, сколько у вас было раньше, ничего не уменьшится. Даже несмотря на то, что он надал правде целый чемодан денег. Во время фотосессии Карл фотографирует членов синдикатов Лока. Торина, Джейзи, Райдера и Тибуна. Но на стенде фото Райдера не оказалось. И не было никакой причины оставлять Си-Джея в этой сельской глуши. Цезарь мог бы спокойно довезти его до Сан-Фьера, но почему-то произошло именно так. И нам приходится с самим от Энджел Пэйн добираться до Сан-Фьера. А в Пирс-69 почему триады вообще появились на этой миссии? Ведь Си-Джея ясно сказал, что ему не нужна поддержка во время телефонного разговора с Цезарем. Полагаю, что ему требовалась поддержка отряда вместе с Вузи. Но почему тогда он им не позвонил? Или они ему не позвонили? Ну чтобы хотя бы какая-то логика в этом была, отряды не просто с неба свалились. Да и на самом деле кажется, что они появились только для того, чтобы увеличить сложность для одной миссии. Они являются причиной, по которой эта миссия может быть провалена. Они не наносят урона врагам. Ну прям вообще никакого. Что и дело от нас требуется защищать триады. К чему вообще нужна такая поддержка? Кроме того, на самом деле смешно подумать, как четверым из них удалось вписаться в двухместную маленькую банши. Еще одна вещь, которую я заметил в этой миссии. Как Си-Джея и Цезарь могли увидеть, что происходит на встрече? Если по известным понятиям, их виду препятствует здание. Они не могут это видеть. Они не должны видеть ничего, кроме вертолета. Потому что все это время стояли на том же месте, на крыше. И как Си-Джея смог увидеть дымовые шашки так далеко? Даже просмотры снайперской винтовки не поможет. Эти здания мешают. Как я уже сказал ранее, единственное, что они могли заметить, так это приближение вертолета. Ничего больше. Да и вообще, только Си-Джею удается украсть в зоне 69 секретный проект. Скоммунизить зеленую инопланетную жидкость из-под носа армии. Все эти вещи в суммаре, наверное, заставляют более 100 миллионов долларов. Но он не может спасти брата из какой-то тюрьмы. И последний нелогичный момент в этом видео. Откуда взялись, блин, эти чертовы автомобили в миссии Хайт Мун? Во время Кассена нет никаких других автомобилей, кроме полицейской машины. И после того, как Кассена закончилась, внезапно из ниоткуда появляются Буйвол и Бандита для Карла и Паласки. Откуда взялись эти машины? И почему Паласки после убийства Эрнандеса просто не мог завалить Карла? Неужели у него кончились патроны? Даже если и так, то почему после уничтожения тачки Паласки, он выпрыгивает из нее и стреляет с Дезерт Игл с полной обоймой? Почему? В любом случае, это логика Гатасан Андрес. Независимо от того, сколько недостатков в сюжетной линии будет, сколько дырочек мы найдем, она все равно остается одной из величайших игр, когда-либо сделанных, если не лучшей. А с вами был Хик. Спасибо за ваш просмотр. Спасибо за лайк, комментарий, а также подписку на канал, если вы здесь впервые. А я с вами прощаюсь и до следующего видеоролика. Субтитры создавал DimaTorzok